Замечательно, потом он так смотрит на меня и говорит, Наташенька, вы в Москву летите? Я говорю, да, Петр Сергеевич, в Москву. Вы перед мамой не раздевайтесь. Я понимаю, что у меня вся спина – это один большой синяк после нашей вот такой съемки. Фильм «Пираты 20 века» приобретает невиданный успех и практически сразу становится культовым. Творческие встречи, цветы, поклонниц. Новый знакомый Нигматулина всегда рядом. Уверовав в магическую помощь учителя, Талгат ловит каждое слово Абая. Но Халима Хасанова не в восторге от этой дружбы. Если мужчина все видит буквально глазами, буквально, то женщина видит духовными очами. Она, прежде всего, чувством, интуицией видит. В общем, в целом, если говорить, то женщины, конечно, должны быть такими телохранительницами, что ли. Потому что многие вещи мужчины просто не понимают, что они делают. Хотя они убеждены в том, что они абсолютно от и до все понимают. Но они не могут предвидеть всего так, как умеют предвидеть женщины. Отстоять Талгата Хасановой не удалось. Несмотря на семь счастливых лет вместе, она уходит, даже не собрав вещь. Берет с собой только сына, Саида. Не знаю, на чём они основаны, но на чём-то основаны. Подозрение моей мамы, то, что Абай сказал ему расстаться с ней. То есть, оно, как бы, вот их расставание, оно не было только из-за того, что ему Абай сказал. Но, как бы, это тоже учитывалось. Потому что мама была против его общения с этими людьми. Все мысли Нигматулина теперь заняты учением Абая под названием «Четвёртый путь». Смеси суфизма, дзен-буддизма и эзотерики. Один из постулатов этого учения гласит, чтобы познать высшую истину, адепт должен избавиться от своего «я». Для этого нужно смиренно сносить от гуру любые унижения. Был такой случай, когда в компании людей Абай плюнул в стакан и Талгату сказал «выпей», и тот выпил. У всех был шок. Они же заставляли его на рынке ходить, вот одеваться в дирюгу какую-то и ходить по рынку, и побираться. Вот просить просто милости. Вот уничижение такое. И ему это, как бы, не то чтобы нравилось, но он считал это очень важным. Ну, как бы, это действительно важно, победить гордыню. Нигматуллин настолько доверяет новым друзьям Абаю и Мерзе, что со стороны это выглядит, как добровольное рабство. Но вместе с Талгатом по этому пути идут сотни других людей. Среди них художники, писатели, врачи. Многие из них успешны в своей профессии. Этих людей сложно назвать послушной массой. Каждый в тот момент делает сознательный выбор. Абай давал людям ощущение свободы в равенстве. Талгат – популярнейший человек, он был равным. Они были братья все. Абай открыл им эту возможность. Но одновременно дав им эту возможность, он получил над ними власть. Собрание единомышленников постепенно превращается в секту. Будто что-то разрастается внутри Абая. Какая-то заразная болезнь, которой он не может противостоять. Учителем Талгата овладевает гордыня. Он говорит, я не могу, Игорь, я не могу любить людей. Я делаю все, чтобы они набили мне морду, а они мне кланяются. И он ненавидел в этом смысле, презирал их людей за их халуйство, рабство, раболепие под видом духовных поисков. Чем более одержимым становится учитель, тем больше отдаляется он от своего ученика. Успех Талгата он уже с трудом переносит. Теперь Абаем владеет зависть. Вот Абай хотел быть Талгатом Нигматулиным, но ему это было не дано. И вот где-то тут в основе всех последующих событий лежала вот эта мучительная зависть. Ты приходишь к человеку, который намного талантливее тебя, пользуется признанием, успехом, рядом с которым ты проигрываешь. На съемках фильма «Провинциальный роман» Талгат знакомится с Венерой Ибрагимовым. После нескольких встреч он приезжает за ней на стареньком москвиче, взятом на прокату друзей. Прямо на съемочную площадку. Машина завалена цветами. Талгат почти силой увозит Венеру в ЗАГС. Понимаешь, искусство требует искренности. Жизнь тоже. Даже больше, пожалуй. Ну что же, пожалуй. Венера – необыкновенная женщина. Черный пояс по карате – боевой характер. Нигматулину будто послана новая защитница. Сильнее прежней. Венера и Абай сразу становятся врагами. Очевидцы вспоминают, что за спиной новой жены Талгата Абай и Мерза чертят в воздухе магические знаки. Но к проклятиям у Венеры иммунитет. Она будто пытается заслонить Нигматулина, смягчить удары судьбы. Узнав, что Талгат сильно переживает, когда публика видит в нем только каскадера и каратиста, Венера инкогнито посещает его творческие встречи. После одной из встреч он пришел домой к жене, значит, в Венере, и говорит, это как здорово, как потрясающе, какая была потрясающая встреча. Вот всегда спрашивают, какие вы трюки исполняли, да, с кем вы снимались, да, как это происходило, да. Ну, все, что касается всяких кинематографических чудес. И вдруг я читаю записку, в чем смысл жизни. Значит, кого-то, кого-то интересует, в чем же смысл ее. Это потрясающе. Он так радовался, как ребенок. И когда Венера сказала, да ты знаешь, это была я, это я тебе написал эту записку из зала, он очень расстроился. Попытки окружить его заботы кажутся Талгату излишними. Он ищет новых испытаний. Учителя дают ему их с избытком. В какой-то момент Мерза подсказывает Абаю идею обложить данью сподвижников. С Талгата особый спрос. Он должен принести 10 тысяч рублей. В начале 80-х на эти деньги можно было купить два автомобиля марки Жигули. Талгат возит деньги частями. Отдавая практически все свои гонорары. Вот под каким предлогом они Сталгаты пролитли? Ну, там самый главный предлог был в организации лаборатории. Так. По изучению психологии человека. Где, как говорил Мерзабай, Абай должен стать хозяин. Собираемые с сектантов деньги Мерза хранит в вязаном чулке, который носит в кармане пиджака. Со временем это хранилище наполнит не только наличность, но и около 30 сберкнижек на предъявителя с крупными вкладами. Разговоры об организации лаборатории на ту пору уже сойдут на нет. Но Талгат продолжает верить в святость.